Почему люди ненавидят водолеев? Есть семь причин, которые мы перечислим в этом видео. Водолеи – это люди, рожденные между 20 января и 18 февраля. Эти люди часто считаются загадочными и непредсказуемыми, и многие верят, что у них есть несколько особенностей, которые могут привести к тому, что другие люди не будут ими восхищаться. Мы рассмотрим несколько причин, по которым водолеев могут не любить или не понимать, и постараемся понять, что на самом деле происходит с этими удивительными людьми. Перед тем, как продолжить, не забудь подписаться на наш YouTube-канал, приятного просмотра. Первая причина – лень. Водолей занимает почетное место среди лентяев зодиакального пантеона, однако он не признает такой характеристики и предпочитает использовать более прекрасные выражения, такие как творческий поиск и духовное развитие. Выполнение обычных задач и повседневных дел доставляет водолеям трудности, они не собираются делать что-либо, пока их не пнет мама или жена. При выборе профессии они предпочитают избегать ответственности. В то же время окружающие порой восхищаются их упорством в лене. Только когда что-то действительно важно для водолея, они начинают действовать и берутся за дело. Вторая причина – категоричность. Люди, рожденные под знаком водолея, склонны к максимализму в юности и не признают серых оттенков. Когда они чувствуют обиду, а это может произойти по любому поводу, то очень сложно убедить их в том, что вы не имели в виду обидеть или предать их. В лучшем случае они простят своего обидчика с театральной помпой, а в худшем – поместят его в категорию своих злейших врагов. Третья причина – мечтательность. Иногда у людей, рожденных под знаком водолея, фантазия настолько бурная, что они могут отрываться от реальности и находиться в своих мыслях на протяжении нескольких недель. В лучшем случае это приводит к созданию фэнтезийных романов или картины, что может стать источником дохода или служить проявлением творческого потенциала. Однако чаще всего такое увлечение облачными высотами просто тратит время напрасно. Четвертая причина – бестактность. Люди, рожденные под знаком водолея, не всегда умеют сдерживаться и могут перешагивать границы допустимого, не опасаясь оскорбить кого-либо своим поведением. Они могут легко посмеяться над человеком, который не сделал ничего плохого, заглянуть в холодильник в гостях, попросить скидку в магазине и так далее. Пятая причина – азартность. Люди, рожденные под знаком водолея, склонны к азартным играм. Для них карточные игры и другие подобные развлечения – это своего рода борьба с фортуной, и они не успокоятся, пока не победят. Это может привести к большим затратам, деньгам, времени и даже близким отношениям. Однако иногда водолеи удовлетворяют свою тягу к азарту в компьютерных играх, которые не требуют финансовых вложений. Но это не значит, что они становятся менее азартными. Если представитель этого знака начинает находиться в состоянии азарта, то очень сложно переключить его внимание на более важное дело. Шестая причина – безинициативность в отношениях. Водолеи обладают значительной влюбчивостью, но они обычно не стремятся активно завоевывать своих объектов внимания. Родившиеся под этим знаком не предпринимают усилий, чтобы произвести впечатление на своих возлюбленных, а лишь подчеркивают свои чувства, чтобы дать понять, что относится к ним особенно тепло. Водолеи желают, чтобы их добивались, но при этом не пытались контролировать их независимость. Седьмая причина – импульсивность. Водолеи склонны решать проблемы наскоком, не всегда обдумывая их рационально. Они могут внезапно принимать необдуманные действия, не учитывая возможные проблемы. Эти недостатки могут оставаться скрытыми за магнетическим обаянием и невозмутимой улыбкой, которыми часто обладают представители этого знака. Однако, важно понимать, что каждый человек уникален и обладает своими качествами и недостатками. Водолеи, как и все знаки Зодиака, имеют свои характеристики, которые могут быть как плюсами, так и минусами. Но вместо того, чтобы ненавидеть или осуждать их за их недостатки, мы должны уважать различия и находить общий язык. Конечно, каждый из нас может работать над собой и своими качествами, чтобы стать более эффективным и успешным в жизни. В итоге, если мы примем людей, включая водолеев, с их уникальными чертами характера, мы можем научиться уважению и толерантности друг к другу, создавая более мирный и гармоничный мир для всех. Если тебе понравилось видео, лучшей поддержкой будет твоя подписка. Спасибо за просмотр!